всем большой привет добро пожаловать ко мне в гости вы на канале житейское вязание с валентиной и с вами я валентина заходите ко мне в гости будет интересно душевно и тепло пойдемте новый день новый влог и будет немножко вязание чтобы я так жил гарри на подушках лежит лапы в гору до гарри девчонки он говорит со мной он такой смешной не засняла разговаривал гарри гарри шо спишь да не хочет хвостом виляет а когда настроение он разговаривает мурчит гарри по тягушке на полный игнор гарри уставай вставай кушать будешь кушать будешь нет нет не хочешь да да гарри хороший гарри ты хороший гарри ну поговори со мной гарри ты спишь да все девчонки не говорит это так смешно мы с ним разговариваем такой потешный хорошо когда есть друзья меньше да наши ласка они как члены семьи привыкаешь к ним и вот он нам так достался случайным образом но мы его очень любим и он отвечает нам взаимностью что ты сосед прошел наверху ты услышал стук и реагируешь да гарри гарри как дела все на охоте сосед прошел он слышит штук думает что происходит отдыхает дальше помидоры в этом году не обрабатывала и вот вам результат на лицо это фитофтора но девчонки помидор хватит я не заморачивалась с этим помидорами в этом году от слова совсем или слова вообще что будет то будет еще прошлогодних погребе полно насадила снова много вот решила не обрабатывать какие будут такие будут на это я собрала те что плохие сейчас я их выброшу этот пойдет может быть обрежу салат это тоже пройдет здесь просто . так вот я всегда обрабатывала каждый год или тут и родомил от фитофтора два раза три раза в год раньше обрабатывала теперь не обрабатываю что будет то и будет решила так девчонки так все обрабатываем все брызгаем все капусту брызгай огурцы брызгай персик брызгай помидор брызгай капец картошку от жука вот что будет то будет хватит будет натурпродукт вязальное включение девчонки торжественно клянусь больше не показывать вам эту кофточку покажу только в готовом виде потому что она что-то у меня в жару не очень продвигалась но есть результат довязала я рукава один рукав и второй рукав я их не отпаривала потому что я решила постирать я примерно знаю что она растянется на рапорт решила не парить по стираю потом уже будет видно что да как что к чему вот на таком этапе осталось постирать сейчас эти рукава отправляются в стирку напоминаю кто не знает то не смотрел начале вижу кофту себе пряжа белый цвет это alize cotton gold то есть полухлопок хлопок за крилом вставки это yarnart джинс визель хлопок это тоже yarnart джинс визель вот такие полосочки вяжем рукава отправляются стирку и высохли уже меня заготовки я вязала по кругу перед перед полочки и спинки уже высохла это отправляется в стирку буду сшивать и набирать планку вывязывать вот такие пока дела дальше нужно вязать что-то дальше пока идет мне пряжа на комбинезон на заказе уже вам говорила буду вязать на заказ комбинезон мишка для мальчика пока жду пряжу ждала чтобы немножко подешевле взять бит брала упаковку заказ придет буду начинать вязать но пока будут согнут у меня рукава мне нужно чем-то будет заняться на работе каким-то вязание я достала пряжу на коэстива неплохая я пробовала с нее вязать образец мне понравился по текстуре здесь 50 процентов хлопок 50 процентов бамбук так по метражу 100 граммах 375 метров рекомендую спицы до 22 с половиной цвет 69 52 передается он точно вяжу на тройке начала вязать маечку вот что мне удалось провязать за сегодня сейчас я хочу попробовать девочки его отпарить и посмотреть что да как может распустить пока не поздно но моя задумка есть я знаю что этот узор тянется вяжу таким же узором кайму как и на кофточке я знаю что узор этот потянется на рапорт сейчас от пары и посмотрю нужно ли мне может придется распустить или сделать поменьше хотя задумках у меня внизу широковатая маечка будет свободного такого силуэта сейчас иду парю потом еще включусь и скажу что у меня будет увидите вы просто спицы и клубок ниток или будем вязать дальше так девчоночки что мы имеем он вообще свои ключи свет может быть лучше нет хуже ладно прошу прощения за блики вот что мы имеем девчонки отпарила я не так пряжа очень мягкая полотно струящиеся прямо такое девчонки знаете летящие мягкое растянулась растянулась где-то на сантиметр у меня на таком рапорте растянулась на сантиметр думаю почему она так потянулась а потом вспомнил что я же читала что в составе бамбук бамбук тянется тянется в длину точно не знаю девчонки будет ли тянуться в ширину но я думаю что в процессе носки будет тянуться пока его не постираешь постираешь но стабилизируется немножко так что пришла я к выводу что мне придется все это распустить и связать на раппорт меньше так как уж очень будет узор и сам этот тянется еще пряжа такая я специально взяла троечку чтобы не очень растягивалась вот будем распускать и вязать снова вот девчонки чем хорошая хорошие наши хобби вязание тем что можно распускать несчетное количество раз в шитье такого не прокатит там же раз напортачил второй раз выпарал прошил если аккуратно слава богу все можно заменить но если уже начинаешь пороть второй третий раз там уже все капец я так чему вспоминаю я по образованию швея закрущик легкой женской одежды и мы когда учились в училище тоже молодые опробовали шили и бывало такое что пришли на девчонки до такой степени до до отпарывается что и дырки в ткани и доходило к тому что заставляли их даже покупать те изделия которые они спартачили напортачили скажем так так что вот чем хорошее вязание что можно его распускать не счетное количество раз буду сейчас распускать девчонки и начинать снова потому что ну но длинновато и как бы я не хотела немножко такое струящийся но длинновато еще после стирки после носки она будет конечно давать свое растяжение вот бывает у вас такое как втупитесь в один узор это у меня так у меня так я как втупилась девчонки в этот узор скажите я скажу я вам показывала паучки вязала почти все все ним теперь втупилась в эти листочки хотя мне очень многие узоры не нравится я начинаю тогда искать те что нравится много времени уходит конечно на на поиск нужного узора у вас так напишите я думаю тоже что так еще в основном сначала в книгах журналах которые у меня имеются а потом уже ищу забиваю youtube в поисковик узор какой мне нужно примерно я то знаю или просто ажурный узор спицами и не выбывает поисковики я тогда начинаю вязать как лампу нужно замостить светит лампа пока девчонки такое такие съемки такое освещение потому что но нет времени сейчас у меня пол девятого вечера пока варится там не бульон на суп я быстренько думает парю посмотрю что мне делать дальше чтобы на завтра уже на работу настроить рукоделие свое потому что дома вообще не удается повисать ну красиво нежно воздушно получается пряжа хорошая присмотрите девчонки я вязала с нее образец сейчас я вам покажу какой образец чтобы вы имели ввиду узор мне очень понравился сейчас девчули покажу тогда вот у меня узор такой но вязала я его вот как вам показать такой узор вязала его длинным у меня было в планах еще до введения канала я хотела связать джемпер сансет на канале горница горлица есть такой джемпер из скатона голда ализе с белого она вязала и там по груди у меня вставка тоже скатон голда по моим с голубого но коса вставлена мне хотелось что-то повоздушнее полегче я связала такое но потом я что-то перегорела этим изделием у меня связана даже спинка сейчас покажу девчонки спинка половина была полочки но полочки распустила и пустила в эту в эту кофточку сейчас я вам покажу узор интересная может кому-нибудь понравится полотно от парина постирана смотрится очень интересно сейчас покажу девчонки я с вами извиняюсь бегаю туда-сюда вот у меня так резиночка тоже я это я вязала девчонки на два с половиной двойным рисом ну как-то и не жалко распускать но пока не буду распускать у меня нитки есть на планку пока распускать не буду пусть еще полежит вот здесь таким образом рукавчик выполнен так вот у меня здесь что-то я мудрила по-своему я хотела немножко не так сделать хотела сделать здесь шить плечевой шоу а здесь просто так знаете как вам показать вот например вот так прихватить чтобы была дырочка на рукавчике здесь и здесь обвязать крючочком чтобы на рукавчике было дырочка но кто девчонки в теме думаю поймет ну как вам показать как вам показать в готовом изделии на плече была бы такая дырочка интересного было на рукавчик переходила бы она так выполнена начиналась резиночкой двойным рисом сюда здесь немножко не так было это спинка а по идее на полочке по переду должна быть полоска где-то под грудью контрастного цвета но у горницы горлицы на канале есть мастер-класс пройдите посмотрите там коса здесь но мне коса показалась грубовато и я хотела с тоншего полотна струящегося сделать что-то пошло не так охладила передумала не захотела и сделала так и вот теперь на распускаю может мне думаю для чего нибудь еще пригодится тоже связано такое интересное можно взять за идейку и на рукавчики сюда на плечики вставить ловите идеи может кто свяжет девчонки вот показала вам свой не довяз уже не буду и довязывать наверное вот пряжа хорошо а то стирано от парина хорошо себя ведет но мне удалось этому изделию получить жизнь отправляется дальше этот образец но образец мне пришел стал стал прыгоди я вот она мягкая я же говорю девчонки струящиеся растягивается вот потому и буду я это все распускать вот такие дела о погоде немножко у нас уже похолодало сегодня уже нужно немножко можно продохнуть но это ненадолго такая у нас погода вернется лето будет еще жарко так что связанием пока пока так но придет лет придет осень наступит зима будем вязать в обычном своем ритме темпе и будет мне что вам показать и мои дорогие на этом буду заканчивать свое небольшое видео хочу поблагодарить вас что заходите в гости на мой канал отдельное спасибо если подписываетесь на мой канал пишите комментарии я рада всем и каждому своему зрителю и подписчику на этом говорю вам всем пока пока вы были на канале житейское вязание с валентиной до скорых и новых встреч всем пока пока